так следуем за моим первым фильмом который я снимала на кладбище мы приехали снова к морю это пригород это пригороды ларошеля этот город который город который называется марси где жил раньше мой друг я тоже с ним желание которое время в его маленьком доме 34 квадратных метров который он потом продал и после этого мы переехали жить в люсон наш дом общий дом получается так вот приехали мы сюда здесь есть такой утес наш утес мы называем его нашим потому что это утес где мы все время с ним ну когда хочется немножко романтическое такое место для нас для него и для меня мы здесь как сказать как это берем энергию что ли мы вспоминаем думаем о нас мы наших взаимоотношениях и вот и мой друг вот здесь кстати сказать видно хорошо рыбу ловит это частная частные такие вот домики на воде которые люди покупают вот свой вход свой номер и они вылавливают рыбу это такое тоже удовольствие это тоже такое же хобби у них у людей мой друг мне сказал что не забудь сказать что здесь снимался фильм о том теперь я на моем желании криниiro гер프 он их обрезал посмотрю ногами и Мы находимся в Брест, Ларошелле и Бордо. Это то, что мы называем «Мир Атлантик». Мы находимся на одной части Ларошелле. Потому что есть бункеры. Мы не слышим, что есть бункеры. Бункеры. Он мне сказал, что здесь снимался этот фильм. Это был действительно исторический фильм о немецких подводных лодках, которые были расположены в Ларошелле. И он говорит, что три города. Это Бордо, Ларошелле и Брест, Брест. Вот эти три города, это было... Мы называли «базы субмарин». Это было для оборудования, для оборудования, Это были немецкие. Убот. Эти немецкие субмарины. Они были очень, очень деструктуры для французской и британской. Очень деструктуры. Он мне рассказывает, что вот именно здесь располагались эти базы, немецкие базы подводных лодок. Вот он говорит везде, повсюду. Здесь, сейчас не знаю видно, их можно ли найти или нельзя, но расположены бункеры. Это вот времена, времена Второй мировой войны. И на Royal Air Force. 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 Это все это было. Вот он говорит. Вот, видно. Да, потом мы пойдем туда, он мне покажет бункер, который сохранился. Он говорит, что на все километры вот эти бункеры расположены. До острова Лилдерей. остров такой называется вот мы значит здесь смотрим сейчас море ларошели вот эти все моря прибежные ларошели и все вот эти города они все специализируются на отлове мидий и устриц это как бы вот все таки устричная устричные города устричные мидии здесь значит поле вот в прошлом году здесь такой случился большой пожар от это все выгорело вся вот эта местность была сожжена и мы когда проходили гуляли тут вот в этих полях она вроде восстанавливается потихонечку жили маленькие зайчики зверюшки всякие не знаю кто еще мышки всякие они все-все-все сгорели вот к сожалению не знаем кто поджог и почему но был большой пожар и все сгорело выгорело может специально поджог мы не знаем но когда мы вот шли много погибло даже искорку это улитки многие улитки погибли а валялись такие поджаренные все здесь валялись а вот тут зайчики бегали прям перебегали потом маленькие совсем это было лето они только народились эти вот зайчики совсем малышки и вот они перебегали сюда вот в эту вот кустики ужасно было смотреть на них потому что так бывает здесь тоже ну вот идем сейчас мы идем к нашему этому утесу который мы любим очень для нас он такой символичный этот утес для нас потому что мы часто приезжаем сюда вообще часто приезжаем и небо тоже такое тяжелое но уже потеплее становится где-то 23 градуса я думаю сегодня сегодня последний день августа 31 августа жарко и мы того оставили дома он ужасно не хотел оставаться ужасно плакал но и с собой взять на кладбище здесь невозможно нельзя ну и вот спустя случаем вот так как мы приехали в ларошель мы решили вот прийти на наш утес вот он место конечно красивейшие море сегодня океаном сегодня пришел то есть делу на же здесь отливы и приливы естественно бывают и вот сегодня много воды иногда приезжаем сюда и вода ушла видно даже дно как он говорит очень красиво как это все красиво он любит природу действительно любит природу с удовольствием всегда вот мы сюда приходим вот на что люди на скамеечке тоже отдыхают смотрят медитируют отсюда тоже растет ежевика кстати сезон в ежевике поеду собирать ежевику на озеро к моему другу а птицы вот сейчас я попробую снять не знаю видно это или не видно не знаю попробую снять а вон собака пошла купаться мы вот вот куда собака пошла купаться прошлый раз мы пришли сюда приехали море ушло она далеко-далеко ушло вот здесь была целая такая как искать маленькая дорожка по которой можно было пройтись погулять она такая длинная потому что ушло ну довольно таки быстро прибывает затопляет все-все затопляется красота необыкновенная такая в общем-то дикая природа здесь кругом море она немножко другой океан немножко другой он темный потому что у него такое специфическое дно и это специально здесь практически не купаются в этой части океана здесь именно специализируется вот рыбу ловит рыболовные суда потом здесь мидии выравливают его выращивают и устрицы вот все специализируются на этом здесь много ресторанов специальных ресторанов для вот чтобы можно было говорит что вот это самая большое он говорит что вот это самое большое он говорит что вот Это бассейн, наверное, как это сказать по-русски, это бассейн, залив, я думаю, что это бассейн, наверное, самый большой в Европе, вот эта часть, которую мы видим, она самая большая в Европе. Он мне говорит, что все птицы, которые мигрируют, из Скандинавии, из России, из всех стран, холодных стран, они обязательно останавливаются здесь, обязательно передохнуть, и потом они отправляются в Мавританию, в теплые страны, на юг, в Африку, то есть вот здесь такой пункт, где они останавливаются, именно вот здесь, на этих вот, на этом вот бассейне. Ну вот такая вот красота и красотень, вот это наш птиц. А, он мне показывает, что там, не знаю, на камере, наверное, мы просто не увидим, там он мне показывает, находится остров Лиль-де-Рейс. Он говорит, что здесь находится большой в Рейне, фар-де-балене, и бассейн, это большой большой, 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 большой мальчик. Мальчик находится, я не вижу его, он где-то показывает, я его не вижу, этот мальчик. Ну, красота необыкновенная, такая дикая природа, дикая, красивая природа, дикая, красивый океан. Вот это дикий, это не пляж для отдыха, это именно вот, вот красота необыкновенная, необыкновенная, красивая. Ну, вот на этом заканчиваю мое видео. А вот Байгила, вот что-то здесь снимется. Хорошо, вот он тут рассказано, что, он говорит, это не пляж, это именно вот, как это вот здесь нарисовано. Вот там вдалеке видно корабль, бато, которая, которая собирает вот эти мидии. Каждые шесть часов, он говорит, это очень много йода, вот в этом вот части, йодированная очень. Это два типа мидии, они по-разному здесь выращиваются, они выращиваются, как это сказать-то, не диким способом они выращиваются, а именно это производство, они сами это производят, это как ферма такая для производства. Вот, он говорит, муль до душу. Ну, это вот разные, разные два вида, каких, два способа выращивания мули. Ну, вот на этом заканчиваю мое видео. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.